Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет сегодня хочется предложить вашему вниманию некоторые размышления и ответы на очень важные вопросы. Под таким общим названием «А нужен ли духовник в наше время? Как его искать? Как к нему правильно относиться? Неужели без духовника вообще спастись невозможно? Ведь Господь Иисус Христос умер на кресте Голгоф изо всех людей. И более того, можно даже встретить и такие высказывания или такие возражения. А зачем вообще нужен духовник? Разве в Священном Писании есть такое слово «духовник»? Оставим немножко, дорогие друзья, за рамками нашего сегодняшнего обсуждения этот вопрос. Есть и слово «духовник» в Священном Писании, потому что в Священном Писании, на самом деле, много мы не находим слов и фраз, которые являются неотъемлемой частью православной жизни. Например, вот слово «ряс» или «подрясник» нет в Священном Писании. Значит ли это, что священнику не надо носить «рясу»? Например, само слово «православие» тоже нет в Священном Писании. Значит ли это, что православие не нужно? Или что православная церковь не является той соборной апостольской церковью, которая основана в День Пятидесятницы? Много можно привести высказываний и слов, терминов, которых в Священном Писании нет. И действительно, слово «духовник» или «духовный отец» в Священном Писании, вот именно прямой этой фразы мы не находим, значит ли это, что духовный отец не нужен? Давайте сначала, дорогие друзья, определимся с понятием, потому что иной раз мы можем называть тот или иной термин, но не совсем все правильно его понимают. Что такое духовник? Мне кажется, на основании того, что приходилось читать у преподобного Паисия Святогорца, у некоторых других наших отечественных известных духовников, архимандрита Тихона Агрикова, архимандрита Иоанна Крестьянкина, духовника можно уподобить лечащему врачу. Вот смотрите, дорогие друзья, если у вас есть знакомый лечащий врач, с которым вы постоянно находитесь на связи, вы с ним всегда консультируетесь, в любой момент можете позвонить. Лечащий врач, который знает вас уже не один год, он знает всю вашу, так сказать, историю болезни, знает все ваши особенности, так сказать, вашего организма, что вам можно есть, что нельзя, какие препараты он вам прописывал. То есть он вас так или иначе ведет, ведет по этой жизни. Хорошо это или плохо, как вы думаете? Наверное, это вопрос скорее риторический, ведь очевидно, хорошо, если у вас есть лечащий врач. Значит ли это, что нет других врачей или что они все однозначно хуже вашего лечащего врача? Конечно, нет. Есть и другие врачи. И вообще медицина как явление есть, независимо от того, есть ли у вас лечащий врач. Но все-таки, согласитесь, намного удобнее вам и спокойнее на душе, когда у вас есть лечащий врач, который вас хорошо знает. У вас доверительные отношения. Вы доверяете ему, и вы уже на опыте убедились, что его советы, те лекарства, препараты, которые он вам советует, прописывает, вам действительно реально помогают. Поэтому как бы вопрос, нужен ли или не нужен лечащий врач, это как бы вопрос скорее риторический. Хорошо, если он у вас есть. Если у вас его нет, конечно, это не значит, что вы обязательно, так сказать, заболеете и умрете при первых же симптомах любой болезни. Потому что вы можете обратиться к любому другому. Но все-таки наличие лечащего врача – это очень важный и полезный фактор. Следующий вопрос. Должен ли лечащий врач прожить за вас вашу жизнь? Очевидно, что нет. Он вам может посоветовать, принимайте те или иные препараты, но он и не может, и не должен, даже подчеркну это слово, стоять у вас над душой и каждый день, буквально так, как над малым ребенком, смотреть, что вы обязательно вовремя приняли ту или иную таблетку. Он вам советует, он вам рекомендует, но решать все равно вам. Вы же идете по жизни. И вы так или иначе все равно принимаете решение, принимать лекарства или не принимать и так далее. И за ваши, допустим, какие-то ошибки все равно так или иначе вы несете ответственность. И это отразится на вашем здоровье. И даже при наличии хорошего, опытного, лечащего врача, если вы по нерадению или по легкомыслию, по целому ряду других причин не будете прислушиваться к его рекомендациям, то это же вина не вашего лечащего врача, а лично вашего. И вот по такой аналогии надо смотреть на духовного отца. Духовный отец — это, как правило, священник, который хорошо знает вашу жизнь, ваши душевные язвы, ваши душевные недуги. У вас к нему доверительные отношения. Вы регулярно исповедуетесь ему, с ним советуетесь. И по жизни вы видите, что его советы, его молитва вам помогают. Разумеется, духовный отец не может и не должен прожить вашу жизнь вместо вас. Он и не должен, и не может вникать в каждую деталь, стоять у вас над душой. И более этого подчеркну, потому что, так или иначе, есть много самых разных институаций на эту тему, и они очень популярны, особенно среди околоцерковных людей. Ни один по-настоящему опытный и рассудительный духовник никогда не вторкается в очень такую интимную сторону семейных отношений двух супругов. Он никогда и не будет туда влазить со своими советами или рекомендацией, тем более, если его об этом не спрашивают. Мы сейчас говорим о действительно верующем, духовно опытном и рассудительном духовнике. Возможно, есть какие-то перегибы, но это как раз, это как раз крайности, это как раз те проявления лжепастерства, которым также знает Святая Церковь и устами яркий пастырь, и пастырей предостерегает верных чад Церкви от всех вот этих перегибов. Мы сейчас не будем в них углубляться, они так или иначе есть. Как же все-таки правильно относиться к вашему духовному лечащему врачу, если он у вас есть? Зачитаю вам, дорогие друзья, из замечательной книги современного автора «Исповедника веры» Архимандрита Тихона Агрикова книга «Утроицы окреленные», как он пишет о том, как правильно строится отношение духовника и его духовных чад. «В наше-то время, которое очень бедно верой и благочестием, мало опытных духовных отцов, а если они и обретаются, то сами себя скрывают по смирению из-за опасения большей славы. Как и раньше, духовно-опытные отцы возрастают преимущественно в монастырях, где в монашестве, в глубоком внутреннем делании совершенствуются они в своей духовной жизни. И знания духовной борьбы с грехами и пороками у них присутствуют. Мирские священники в городах и селах тоже бывают опытными духовными руководителями. Обратите внимание, отец Тихона Агрикова не отрицает наличие опытных духовников и среди белого духовенства. Но испокон веков народ тянется больше к монашескому сословию. Мы знаем таких старцев, как преподобный Авросий Оптинский, преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский и много-много других, которые свой дух в борьбе с грехом закалили суровым монашеским подвигом. На этом основывается их огромный опыт руководства другими душами. «А теперь есть ли опытные духовники?» задает вопрос отец Тихон. Есть, но очень мало, и в основном во святых обителях. Но вокруг таких духовных отцов часто происходит что-то невероятное. По причине ли скопления верующих, или по болезненности людей, или по другим неописуемым поводам, бывает так, что над известным батюшкой сгущаются точно темные тучи, ссоры, раздоры, ревнования, зависть, недружелюбие и всякие другие неприятности. «Да, видимо, еще и враг, дьявол, вокруг такого духовника производит свою усиленную работу, смущая и возбуждая и устраивая недовольство и смуты. Пришлось выслушать такой вопрос. Почему около такого-то батюшки постоянно бывают ссоры, а около другого всегда тихо и спокойно?» И вот отец Тихон отвечает, «Не знаю, что ответить на это. Думаю, что это вражье дело, где больше спасаются, там больше сила беса проявляется». Вот и все. Может быть, кто-то думает по-иному. «Как трудно теперь и духовникам, и духовным детям. Если говорить более определенно, то теперь и духовников-то настоящих нет, а есть только исповедники. Ведь духовник, духовный отец, должен знать всю душу человека, то есть все его грехи, все немощи, все слабости его. Как, например, лечащий врач знает историю болезни своего больного и для каждого недуга приписывает соответствующее лекарство». Вот видите, отец Тихон как раз проводит вот эту аналогию духовника с лечащим врачом. А что же получается у духовного врача в наше время? «Приехал человек на исповедь раз в месяц откуда-нибудь издалека. Подходит к своему батюшке, поисповедовался, открыл душу, а у батюшки нет времени даже говорить с ним. Накрывает батюшка исповедника Петрохилию, читает разрешительную молитву. Человек уходит, может быть, недовольный и неуспокоенный. А почему так? Потому что батюшка мало ему уделяет времени. А уделяет мало времени потому, что народу, исповедников много. Каждый ждет и надеется, что батюшка с ним поговорит, выслушает его, даст необходимый совет. А батюшка от усталости и слово то с трудом выговаривает, только вздыхает глубоко». То есть здесь, видите, отец Тихон Агриков на основании своего опыта, а он был очень известным духовником в Лавре, говорит, что порой даже вот от усталости у священника нет сил даже выговорить слово, лишнее, так сказать, слово, может быть, назидание сказать, насколько устает. «Если Господь судил нам жить в такое тяжелое время и спасаться в таких сложных условиях, то надо как-то приспосабливаться, подлаживаться к этим трудностям, особенно в отношении исповеди, и в простоте сердца, без всякой зависти, без всякой ревности, или, что еще хуже, гордости, подходить ко Кресту и Евангелию, получать прощение грехов и, благодаря Богу от всего сердца, отходить, давая место другим». Смотрите, какой важный, дорогие друзья, практический совет. Без ревности, простоте сердца. Поисповедался? Уступи другим. «Для того, чтобы сэкономить время на самой исподи, с давних времен духовные дети пишут и передают заранее своим духовным отцам записочки, в которых называют главные свои прегрешения. Это хорошее дело, если делать это правильно и умело. Писать надо самую сущность грехов и, кроме того, стараться, чтобы в следующих записочках грехов было поменьше, то есть раскаиваться и стараться исправляться. Самым главным условием к искреннему покаянию является смирение и простота. С этими добродетелями исповедь всегда будет приносить человеку большое облегчение. А если уже нет в исповеднике смирения и простоты, то здесь ожидай, духовник, зависти, гордости, недовольства, ревности, неблагодарности и всего прочего. О, Боже мой, как трудно духовному отцу по-настоящему исповедовать чад своих! Тысяча крестов накладывается на духовника, да еще враг разжигает против него и разные многочисленные смуты. И вот обратите внимание, дорогие друзья, как здесь откровенно отец Тихон описывает, как бы вы увидите другую сторону, с другого ракурса, что испытывает сам духовник, каково ему, каково ему, со всеми нами. Особенно трудно бывает справляться с многоведающими, которые знают он в раз больше духовника, если он молод. Эти люди, бедные, подчеркивает отец Тихон, невольно впадают в гордость, в осуждение и унижая духовника, а то и поливая его грязью и сплетнями. Такие люди бывают из тех, которые видели разных духовников, начинающих и опытных, и теперь для них никто нехорош. Знакомая ситуация, не правда ли, дорогие друзья? Кто-нибудь поездил по разным обителям, поисповедовался по одному или два раза у разных духовников и теперь всех сравнивает. Тяжелое состояние. Жаль таких людей. Трудно им смириться перед духовником, особенно молодым. А опытных духовников теперь немного. С маловедающими легче. Это большей частью смиренные труженики и труженицы, иноки, непослушницы, молодые девицы или юноши, которые ограждены смирением и скромностью. Они имеют страх Божий, принимают от духовника безропотно все наставления и исполняют все им сказанное. Эти люди более счастливы. Среди них меньше ссор, меньше зависти, меньше ревности. Они бывают более благодарны духовнику и Господу. Таким образом, они лучше спасаются и поднимаются в духовной жизни. И далее отец Тихон обращает внимание еще на один очень немаловажный нюанс. Есть еще одно большое и тяжелое искушение в духовной жизни. Это чрезмерная привязанность к духовнику. Когда человек прилипляется к наставнику не по-духовному, а по-душевному, то есть чуть ли не по-плоцкому, когда он ищет своего любимого батюшку, исповедуется, желая только у него и ни у кого другого. А если батюшки, твоего любимого, нет в храме, то он вообще не исповедуется, не причащается, так как он свою батюшку своего считает лучше других. Хотя духовная жизнь, как учат нас святые отцы, требует иметь одного духовника, как для больного телом одного лечащего врача, но все-таки уважение нужно иметь ко всем духовникам и этим избегать греха излишней привязанности. Вот еще раз мы видим, дорогие друзья, что отец Тихон проводит параллель духовного отца с твоим лечащим врачом. Чрезмерное выделение одного духовника среди других вызывает большое недовольство последних, особенно в больших обителях, где духовников не один и не два, а десять и более. Все это в добрые времена переносилось бы легче, а вот ныне труднее и опасно. Пастырь доброй душу полагает за овец, а наемник бежит, говорит нам Святой Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11-13 стихи. Как часто и батюшке приходится бежать от своих же дорогих чад. Бежать не потому, что он боится положить душу за своих овец, совсем нет, а потому что они его сильно прославляют, считают особым молитвенником и даже чудотворцем. Вот батюшка и бежит от них. Как много вокруг батюшек разных людей, и любящих, и ненавидящих, и строящих батюшки козни и коварства, и всех ему жалко, всех хочется спасти и в разум истины привести. Все они дети Божии, за всех пострадал Господь на кресте, пролил свою причистую кровь. И как они все дороги Господу, и дороги должны быть батюшки, как служителю Божию и духовному наставнику. У духовных детей бывает чрезмерное доверие к своим духовникам. Они думают, что если батюшка сказал, значит, все непременно делай. Такое духовное чадо, то есть, видите, у которого такое немножко даже нерассудительное, такое слепое послушание, то есть слепое послушание, которое уместно, уместно отречение своей воли и слепое послушание в условиях монашеской жизни, когда в силу неопытности мирские люди, хочется на это сделать, обязательно акцент, дорогие друзья, когда мирские люди начинают самочинно на себя накладывать, вот, так сказать, вот крест такого слепого, беспрекословного послушания, не имея к этому неготовности, и сам твой образ жизни к этому не располагает. И вот как раз отец Тихон Агриков обращает на это внимание, что такое духовное чадо, например, думает, что совершить какой-либо грех, если так сказал батюшка, это угодно Богу, какое страшное ослепление. Тут хочется сделать один акцент, нерезко встречается в жизни такая ситуация. Никого не хочу обидеть, дорогие друзья, кто сейчас нас будет слушать, но такая ситуация встречается. Чаще всего, допустим, один сын в семье у мамы, мама, естественно, любит своего единственного сына, по неразумию делает все для того, чтобы сын, который сочетался браком, любил только маму, а совершенно не оказывал фактически никакого внимания, любви к своей супруге. И когда семья распадается в немалой степени, еще раз хочу подчеркнуть, в немалой степени из-за усилий такой неблагоразумно любящей мамы, то иной раз, когда семья распалась, естественно, трагедия, если дети остались, например, без отца, она стоит на стороне своего сына и говорит, а мне даже батюшка благословил, вот пусть она уходит. То есть, смотрите, даже до такого лукавства доходит. Ссылается на слова авторитетных духовников, которые на самом деле ни один, не то что опытный духовник, а вообще ни один адекватный вообще православный верующий человек и священникам родителей никогда не будет радоваться разрушению семьи, тем более венчанного брака, никогда не будет радоваться тому, что дети при живых родителях остались, по сути, как наполовину сиротами. Поэтому благословение на разрушение брака, на разлучение супругов никогда ни один опытный духовник никогда не даст. Бывает в духовной жизни и так. Вот молодая девушка, горячо стремящаяся ко Господу, к духовной жизни. Ее на службе дергают, нервируют, расстраивают, дома тоже все не в ладу, с подругами мало общего. Она приходит на исповедь, чувствуя себя глубоко одинокой. Батюшка ее пожалел, искренне посочувствовал ее трудному положению, поплакал вместе с ней. И вот уже девушка привязалась сердцем к этому батюшке, полюбила его всей душой, сначала по-детски, как младенец, свою любимую мамочку. Хорошо, если останется так навсегда. Так. То есть, как дитё любит свою маму. Но враг нашего спасения любит грязь и нечистоту. Постепенно начинает вселять в сердце девушки грязные мысли и чувства, и желания скверные. Тут важно вспомнить слова Священного Писания. «И же любит отца или матерь, паче меня, несть меня достоин», говорит Господь, наш Иисус Христос, Евангелие от Матвея, Матвея, 10 глава, 37 стих. «Смотришь на такую душу», пишет отец стиха, «которая сильно-сильно полюбила батюшку, жалко её становится, оскорбить ты её не хочешь грубостью или чёрствостью. И вот осторожно, нежно старается батюшка всё-таки выправить эту душу, направить её ко Христу, который один только достоин к себе любви и преданности». Ну, вы спросите, как же тогда совсем не любить батюшку? Ведь кого же любить? Кого же тогда любить? Кому доверять свою душу? Ведь тогда и грехи могут остаться неуврачёванными. Отвечаю тебе, милая душа, непременно любить. Духовного отца надо любить. Как же иначе? Если ребёнок не любит свою мать или отца, что из него получится? Дикарь, разбойник. Но мы говорим о том, что любовь к отцу духовному должна быть разумной, правильной и умеренной. Вот ещё раз обращаю внимание, дорогие друзья, я очень надеюсь, что кому-нибудь из вас будет это всё-таки полезно, наставление отца Тихона. Ещё раз повторю эти слова, что любовь к духовному отцу должна быть разумной, правильной и умеренной. И в заключение ещё об одной помощи, которую духовный отец оказывает тому из своих духовных чад, кто действительно старается поддерживать такую молитвенную связь, регулярно исповедаться. У духовного отца есть сильное средство, которым он спасает свой духовный чад. Это горячая отеческая молитва. Это средство никто у него отнять не может. Ни люди, ни время, ни обстоятельства. И где бы ни был духовный отец, где бы ни были его духовные чада, рядом они или за тысячи вверх друг от друга, всё равно он с ними тесно связан своей душой. В Ветхом Завете первосвященник по закону Господню всегда носил на своей груди маленький ковчежец, в котором находились все имена сынов Израилевых. С этим ковчежцем первосвященник совершал богослужения, приносил жертвы за грехи людские. И теперь духовный отец всегда и везде, где бы он ни был, тоже носит с собой имена своих духовных чад, только не в ковчежце на груди, а в своем сердце. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Это слова Христа Спасителя из прощальной беседы со своими учениками Евангелия от Иоанна, 17 глава, 11-13 стихи. Так молился Господь в Гефсиманском саду. И вот когда духовный отец в силу ли многолюдства или немощи своей, или изолированности, не может близко поговорить с своим духовными чадами, полностью отдать им свое сердце, свою душу, то у него остается наисильнейшее средство пламенно молиться за своих чад, которых он носит в сердце своем. и молится за них везде, в келье, в пути особенного престола Божия у священного жертвенника, где он вынимает за каждого человека частицу. И эта частица омывается кровью Христовой, значит, душа, за которую эта частица вынута, тоже будет очищена от грехов кровью Спасителя. Вот, дорогие друзья, такие мудрые размышления Архимандрита Тихона Агрикова. И в заключение очень рекомендую вам, кто пожелает, кто захочет принять этот совет, приобретите такую же книгу «У троицы окреленные», одно из самых лучших без преувеличения произведений духовных наставлений, которое было написано вот в нашей, в русской церкви в 20-м столетии. Одна из самых удачных книг о духовной жизни. В этой книге отец Тихон Агриков описывает жизнь вместе с ним подвязавшихся лавских братьев, поэтому условно даже можно назвать эту книгу «Троицкий потерик 20-го столетия». Здесь очень много духовных наставлений, одно из которых мы сегодня предложили вашему вниманию. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok